Чаще всего в конструкторах происходит именно инициализация полей структур. Поэтому для того, чтобы инициализировать поля, придуман специальный синтаксис. Он называется списки инициализации. Списки инициализации позволяют проинициализировать поля структуры до входа в конструктор. Для того, чтобы использовать список инициализации, надо после имени конструктора и указания его формальных параметров поставить двоеточие и после этого таким синтаксисом указать Инициализирующие значения для полей структуры Соответственно, в данном случае мы до входа в тело конструктора Инициализируем x0 и y0 Аналогично можно переписать второй конструктор Указав в списке инициализации вот такие инициализирующие выражения Несмотря на то, что они выглядят немножко странно Компилятор разберется, что здесь имеется в виду То есть он поймет, что те идентификаторы, которые стоят снаружи от скобок Они соответствуют именам полей структуры А те идентификаторы, которые стоят внутри скобок Они соответствуют именам формальных параметров То есть здесь будет поле x проинициализировано значением формального параметра x И поле y будет проинициализировано значением формального параметра y Важно отметить, что инициализация в списке инициализации происходит в порядке, в котором поля указаны в структуре То есть в данном случае сначала всегда инициализируется x, а потом инициализируется y Это может быть важно, если инициализация зависит от порядка, в котором происходит эта инициализация Например, вместо выражения, при котором x инициализируется 0, y инициализируется 0, можно написать следующее Можно сначала попытаться проинициализировать y 0, а после проинициализировать x значением y Когда мы пишем такое инициализирующее выражение, мы подразумеваем, что y сначала проинициализируется 0, а после этого x присвоится значение y, то есть тоже 0 Однако из-за того, что в структуре x объявлено раньше, чем y, сначала произойдет инициализация x первым делом, а потом произойдет инициализация y. Соответственно, так как x мы будем инициализировать значением y, а y в этот момент еще не будет проинициализирован, то в x запишется некоторое значение, которое хранилось в y до его инициализации. То есть там может оказаться произвольное значение. И за этим стоит следить. Важно смотреть, чтобы в списке инициализации поля указывались ровно в том же порядке, в котором они указаны при описании структуры.